всех приветствую сегодня мы приехали такую интересную я думаю наверное не знаю дьявольская стена сейчас мы поедем посмотрим но дело в том что там я смотрел екатерина маркова с россии урал снимала очень интересную стену по моему чертово городище и в общем то заметьте как это совпадение или как там чертово городище тут дьявольская стена там в талии я был путешествия там по ущелью там дьявольский мост наверху ведьми на место и общем да посмотрите сколько много всего таких вот таких вот названий сейчас делаю кадр интересный красивый и пойдем смотреть это эту дьявольскую стену и сравнивать с российским там чертовом городище да он смотрите какой ручеек красивый лягушки кричат очень прикольно трава так шевелится влево-вправо виляет обалденно а тут висит какой-то рога чьи-то чьи-то рога не знаешь интересные там кролики там за беседкой небольшой тайк но это как зерцом маленькая и там лягушки кричат пойдем потихоньку с останками с останками но в церкви же визе во всех церквях останки лежат там реально какие-то ритуалы постоянно проходят там же долго стоял камень что как типа выложили там вот эти вот кости до останки же блин да надо как раз канал только в плюс как раз заняться четко рассказывает много интересного а где форелька форельки не видать надо присматриваться и и не так просто увидеть да с той стороны видно поднималась она на вода сегодня немножко солнце отсвечивает сильно да он там я вижу но на камеру вряд ли видно будет да вот мы в принципе уже и подошли вот ее видно так называемая стена дьявола все как-то зловеще но я думаю это специально такие названия делаются чтоб люди серьезно не воспринимали сейчас мы ее рассмотрим вблизи а потом я там уже приготовил пару видео с квадрокоптера нарезочку сделаю добавлю ну тут сделаны бревнышки вроде лавочек направление маренхофф другой стороны еще бревна со знаком это за маренхофф написано и тут дорога расходится у нас а вот камня нету где было бы написано пойдешь налево найдешь что-то пойдешь направо помрешь блин или еще что-нибудь в этом роде сейчас все таки стена дьявола или дьявольская стена сейчас мы посмотрим ее насколько она дьявольская подозреваю все таки то что я посмотрел уже ролики которые сделаны именно квадрокоптером там лучше видно потому что вот я понимаю что снято с квадрокоптера навряд ли я смогу так отснять поэтому стену то я все равно покажу что это не дьявол тут вообще ни при чем тут все-таки такое впечатление у меня сложилось опять какие-то остатки сооружения какой-то цивилизации им гидрин гидрин гидринкин это чё у нас надо перевести опять не понял вот блин немец но я все-то не немец поэтому мне 50 процентов скидка глаза ему кто-то подкрасил и пошли мы по ступенькам вверх ну ладно всю дорогу снимать не буду где что интересно я буду включать ну как бы первую вот части это я так понимаю то что с квадрокоптера видел это одна сторона с другой стороны там будет очень круто сейчас я приближу немножко подъем довольно такой тяжеленький тяжело идется что самое интересное там знак висит и и вот по этой вот травки почему-то видите тут ограждение ну наверное типа чтоб ничего не ломали не разрушали камни в общем туда заходить нельзя на знаке написано туда нельзя 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 вот столько мы уже поднялись уже устали все равно мы по стену подойдем конечно же сейчас из него немножко пейзаж вокруг где у нас отсюда кстати хорошо видно то ущелье и те горы где мы с михаилом были недавно вот они в кадре появились сейчас буду приближать и вот это ведьми на место нам противоположное другая название не помню как всегда и там между ними ущелье вот там вот тут когда-то вишневый сад был черешня вишня сейчас конечно эти деревья вот в таком плачевном состоянии находятся у нас возле хальбристата тоже такое есть подобное также на склонах на подобии раньше я собирал много было черешни сейчас уже мало многие деревья уже просто стали никакими тут вижу он совсем сухаристая ну что вам сказать с этой стороны похоже на песчаник стоим все-таки на расстоянии чуть-чуть сейчас мы немножко обратно пройдемся посмотрим там может быть ближе есть подходы ну как бы да они тут не пластами идут они немножко вот по-разному вот так наклон потом вот так как бы с разными наклонами идут камни лежат сейчас пройдемся в обратном направлении чуть а потом снова пойдем вперед данным сейчас тут я думаю все равно мы до конца вот до тех камней только сможем пройти не знаю зачем так сделано наверно чтобы тут люди больше ходили ну какие-то камни он просто по разъезжались очень сильно но я вас уверяю это мы с одной стороны снимаем с другой стороны будет гораздо интересней нет видишь к тем камням вообще нету дорожки не сделай тут лавочку сделали типа все дальше нет ухода ну как бы люди ходят я вижу что тут протоптано людям все-таки интересно посмотреть и мне конечно же тоже интересно посмотрите да тут видишь они нету чтоб как там было пластами да как по-другому ну конечно же надо это смотреть как всегда с обеих сторон это более понятно думаю все таки сюда не сделали потому что она немного под наклоном скорее всего это как бы в целях безопасности ну могли бы на расстоянии сделать хотя камень когда летит потом он может катиться тут нафиг безопасность близко нельзя ну пласты такие ух по метра так два с половиной где-то примерно какие-то поуже какие-то побольше вот один отвалился и по судя по всему не так очень давно поэтому тропинка как бы далеко ну и принципе там уже все то же самое пошел я дальше сейчас я чуть поближе сниму это дело а о о о Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С той стороны Посмотрели Тропинка как-то далековато Проходит Не знаю посмотрим Может быть там Есть что-то и поближе Но я видел она немного под наклоном Сейчас посмотрим Залази я на стену Споскользнулся Сразу не понял что это такое Как это на песчанике можно споскользнуться Песчаник он вообще-то так Как бы цепляется А тут поверхность такая Как заплавленная Представляете Как стекло прям И вот тут я споскользнулся До какой степени тут Что это такое Произошло тут И в общем-то коркой такое И вот туда дальше Этот весь камень такой Непонятно что тут произошло когда-то И тут он глыбже Вот смотрите Он слоем Вот таким вот А соседние камни Какие-то его там Смотрел Они какие-то черные Ну якобы говорят Загар И вот Он как стекло То есть этот песчаник Превратился во что-то Нифига себе У меня аж эта Защита отвалилась Где она Вот она Он превратился Во что-то уже совсем не песчаник Это Какая твердость у него Обалдеть Что с ним Стало Это получается Какая-то тут была Невероятная температура Скорее всего Хорошо Сейчас мы будем смотреть Это дальше Очень интересно В общем Тут явно камень Когда-то вот этот вот Слева лежит Отвалился Получается Он вот здесь находился Вот Отсюда он выпал И тут то же самое А тут раз Чуть-чуть ниже спускаюсь Песчаник Это была такая технология Или это здесь была Какая-то Когда-то невероятная Температура И этот весь Полностью такой А с этой стороны нет Получается С внутренней стороны Непонятно Ну надо посмотреть Еще дальше Это странная вещь какая-то Как мог песчаник Вот в это превратиться Но мы знаем Что с песка Стекло делаю Да То есть высокая температура Там Н Количество градусов И этот отвалился Он такой же То есть он даже По твердости Наверное Тверже гранита В данный момент Но как бы Он более колкий Скорее всего Офигеть Что-то тут Интересное Когда-то Произошло Опять Я спустился К этому камню С другом Посмотрели Все это Дело Внимательно И такое Впечатление Сложилось Видите Тут все Поцарапано То есть как бы Лицевая сторона Она именно Мягкая Как песчаник Вот эта сторона Видите Здесь Все исцарапано А внутренняя сторона Вот такая вот Превратилась В стекло Почти в стекло Да Ну по крайней мере Там где я Сподскользнулся Там тут точно В общем-то Посмотрите Какой он тут Обалдеть Ну он и отколот И видишь Как колется Ну это Наверное Мрамор так колется Да И вот эта Вот наружная сторона Была Получается Он перевернулся И тут как бы Нормальный песчаник Да Хотя нет Тут тоже твердый Да этот весь камень почти В общем Тут Ситуация такая Не потрогаешь Не узнаешь Вот что У меня есть прикол Я понимаю Все Но такого песчаника Я еще никогда не видел Честно Особенно Вот там Где сподскользнулся Это практически стекло Теперь мы точно пойдем Дальше С этим немножко Разобрались В общем Не знаю Что тут Это была такая Технология Или какое-то воздействие Что снаружи Он меньше Принял вот эту структуру Близкому к стеклу А внутренние части Больше стали Такими Похожими На стекло Ну как-то так У меня такое понимание Складывается Следующая часть Но она в принципе Вся такая Вот Идет такими Как бы Ромбиками Да Вот этими Углами Углы Углы Тут Ровных линий Нету Все немножко Как-то по-другому Просматривается Прикольно Сейчас вот дерево Обойду с той стороны Покажу Да Интересно Слоев нету Слои совершенно Другие Они все Вот так идут Раз Раз Такими углами Вроде как Кучу пирамидок Сюда поскладывали Тут конечно Подойти бы тоже Потрогать Но сейчас мы Где-нибудь чуть-чуть дальше Подойдем Потрогаем Что это такое Ну думаю Другая сторона Конечно Будет интересней Вопрос Насколько близко Мы сможем подойти Тут понятно Почему Близко тропинку Не делают Вон там дальше Еще глыбы Посвалились В общем-то Это все Понятно Ну все Вот такими Вот Уголками Как выложено И Твердость Странная Больше всего Странная Твердость Тут как стекло Тут уже мягче Тут опять Очень твердый В общем Практически На одном месте Немножко разная Твердость Но внутренняя сторона Уже практически Как стекло Хотя местами Просто песчаник Ну вот Михаил тут Увидел Интересную вещь Я даже не сразу Рассмотрел ее Где Ну в общем Вот там верхний камень Сейчас я приближу Такое впечатление Что там когда-то Дырка была И туда Камнями заложили Но Это не похоже Что это было сделано Недавно По крайней мере Насколько я вижу Впечатление Что это было Изначально И там какой-то Камень был Или много камней Вообще непонятно Вроде Вот смотри Проглядывается Как бы две прорези Вот Как вот она заложена И в самом этом камне Как вот две прорези Вот такие Просматривать В смысле слева? Не-не Вот Здесь вот видно Вот смотри Сверху А где вот ты заложена Говоришь Где заложена и выше А доторюсь И рядом другая прорези Вроде какие-то маленькие Такие Выглядят вроде как Трещины немного Да-да-да Да-да Ну вот Которые светлые Тут к бабке Не ходи Тут понятно Вот его потрогать Он будет такой Близкий к стеклу А вот этот вообще Вот который свалился Это опять Он даже по цвету Выглядит Как тот На котором Я споскользнулся Да Вот этот вот Здесь коричневатый цвет Это уже практически стекло То есть там еще Ногами походили Его отшлифовали И оно стало Совсем Стеклянное Вроде кроссовки У меня цепляются Очень все Хорошо Но видать За стекло Они не в состоянии Еще там похоже Попались Маленькие печинки Ну там совсем Смотри какой кусок Вывалился дальше Да Огромный просто Ну люди туда ходят Я смотрю Тропинку Натоптали Да Они под наклоном Как бы Вот это конечно Вот тут даже Проходить опасно Получается Они получаются В любой момент Да Это интересно Везде Хладка такая Да Она везде По всей стене Вот этими углами Да Как бы Они Вот такие Пирамидки Заостренные Не как Вот эти Египетские А более Такие С другим углом С более Острым Да И только Боком Лежат Все Прям По всей Стене Это просматривается Уже Такого Огромного Куска Ну тут И не надо Под той Стеной Ходить Вот здесь Можно подойти Сейчас мы Вон там Деревню Даже видно Сейчас мы Тут Перепрыгнем Прыг Скок Через Веревочку Опа Ой Что-то у меня Ноги Перестали Высоко Подниматься Растяжкой Надо Заниматься Да не Это просто Веревка Высоко Висит Ну вот Сразу В одном Камне Два вида Вот видно Царапали Хорошо Царапается А на следующем Ни одной Царапины Потому что Тут нереально Царапать Ну почти стекло Посмотрите Какое Во что Он превратился Вот Колот И видно Да Хорошо Какой Он Просто Жесть Это Как Совсем Другой Камень Получается В одном Камне Два К Два Вида Практически Три Да Тут Уже Как стекло А тут Немножко Другое А тут Вообще Песчаник В одном Камне Сразу Три Вообще Просто Здесь Ну и тут У нас Я не знаю Сколько Мы О Ветер О Блин А тут Стена В другую Сторон Наклонена Странно Конечно Просто Очень Странно Тут Вообще Она Как бы Довольно Такая Узкая Ё-моё Просто Офигеть Причём С той стороны Она В другую Сторону У неё Наклон А это Стены Это Очень Конечно Странно Ну Высота Я вам Скажу С этой Стороны Даже Высока А с той Стороны Будет Ещё Выше Тут Уже Немножко Как бы Против Солнца Фотографию Думаю Вы Видели Каких Размеров Это С этой Стороны С другой Стороны Как я Говорил Всё Будет Гораздо Круче И Вот Там На самом Верху Где-то Посередине Вы Видите Как Плёнка Вот Это Вот Стеклянная Я не знаю Солнце Там Будет Видно Нет Но Я вижу Там Как Стеклянная Плёнка На Камне Тут У нас Пару Вопросов Возникло Во-первых Куда Вот Эти Все Камни Где Вывалились Куда Они Делись Ну Это Ладно Скорее Сего Растащили По Необходимости Второй Вопрос Это Для Чего Она Вообще Тут Нужна Но Если С той Стороны У Там У нас Горы Вот Эти А С Этой Стороны Ничего Нет То Получается Те Сооружения Вот Которые Мы Смотрели На Ведьмином Месте Получается Скорее Сего Эта Стена Служила Как Защитным Сооружением И Конечно Кто Это Строил Как Это Строил Технология Тут Вопрос Вообще Интересный Потому Что Как Мы Видим Где Как Стекло Реальное Стекло Где Реальное Песчание Где Среднее Что То В общем Разной Твердости Возможно Какое То Еще Какое То Воздействие Было И В общем То Если Люди Были Там Метров По Пять То Для Них Вот Это Было Строить Как Бы Не Проблема Ну Похоже Что Мы Сейчас Как Раз Находимся На Самой Высокой Точке Вот Эта Сторона Про Которую Я Говорил Здесь Как Более Ровная Местность Уже Меньше Гор И Сейчас Мы Посмотрим Другую Сторону Что Она Могла Защищать Она Уходит Туда Очень Далеко Там Уже Меньше Остатки Меньше Она Идет Неизвестно Куда Вообще Конечно Это С квадрокоптера Полностью Посмотреть Ну Можно Попробовать С Гогол Планета Посмотреть И Вот Там Где Я Говорил Вот Это Вот Ведьмино Место Вот Это Вот Где Где Остатки Сооружения Ну Вполне Возможно Вот Эту Часть Как Раз Она Защищала Потому Что С Другой Стороны Эта Стена Выглядит Совсем По Другому Дойдем Туда И Посмотрим Еще С той Стороны На нее Но Там Я Не знаю Там Наверное 10 Этажей Может быть Даже 15 Этажей Высота Потому Что С этой Выш С этой Стороны Только Уже Где-то Пятиэтажка Да Шестиэтажка В общем То Все Очень Даже Интересно Тут Конечно Еще Вопросы Появляются Во-первых Мы Понимаем Что Вот Эта Макушка Это не факт Что Самый Верх Возможно Она Еще Выше Когда-то Была Конечно Тут Большие Обрушения И тут У нас Увидели Мы Дальше Такую Низину У нас Как Мы 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 С Михаилом Одновременно Одна Мысль Возникла Возможно Вот Низина Получается И Вроде Тут Совсем Уже Все Растащили Возможно Там Когда-то Были Какие-то Гигантские Ворота Вот 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 В Этой Низине Сейчас Мы Как раз Туда Спустимся И Посмотрим Не знаю К этой Стене Уже Смысла Не вижу Подходить В принципе Все Они Примерно Одинаковые Вот Отсюда Я вижу Их Структура Примерно Одинаковая Видно Там Вот Такой Очень Высокая Твердость Там Вот Вижу Вот Это Коричневое Уже Как Стекло Потом Твердое Возможно Вон Внизу Вижу Нацарапали Чуть Чуть Как Песчаник В общем Как-то Так Все Выглядит Довольно Неплохо Интересно И вот Там И сейчас Дорога Кстати Проходит Возможно Тут Когда-то Внизу Какие-то Были Огромные Гигантские Ворота Вот Там Проходит В данный Момент Тоже Дорога Сейчас Я ее Покажу Видно Наверное Уже Да Вот Уже Видно Вот Там Машина Стоит Там Дорога Какая-то Похоже Она Из Бетонных Плит Или Просто Грунтовая Возможно Тут Какой-то Был Проход Возможно Ворота И Уходит Это Ой-ой-ой Насколько Я вижу Ну тут Я вижу Только На пару Километров Да Далековато Это все Уходит Дело Там Конечно Остатки Уже Не такие Огромные Там Вижу Чем дальше Тем Их Совсем Меньше Ну Как Говорится Люди Берут Например Камень Вот Тут Деревня Там Деревня Откуда Раньше Было Камень Брать До Тех Времен Пока Тут Стал Вдруг Заповедник Да Отсюда Скорее Сего И тащили Камни Кому Надо По Необходимости Тем Более Камни Того И Какие Твердые Это По Нашим По Нашим Временам Это Можно Сказать Вечные Камни Это Не Песчаник Тем Более Если Мы Смотрим Наблюдая Строение Вот Этих Старинных Зданий У них Тоже Твердость Как бы Повышенная С Натуральным Песчаником Вообще Несравнимая Там Не важно Чем Постучишь Просто Железяк Любой Постучи И сразу Чувствуется Разница Просто Неимоверная Как Минимум Там Два Три Раза Тут У нас Черешня Уже Созревает Уже Даже Можно Попробовать Ягодки Иди Ко мне На мой Вкус Сладенькая Некислая Кислую Не люблю Обалденно Вкуснятина Ну а тут Мне непонятно Тут стены Практически Нету А Тропинку Туда Не сделали Ну люди Вот тут Как бы Сами Протоптали Сейчас Мы конечно же Тоже туда Перемахнем Прыг Скок И погнали Туда Посмотрим Там чуть-чуть Наверх Поднимемся И В обратный Путь Уже По другой Стороне Ну тут Остатков Мало Уже Ну вижу Что он Такой же Камень Очень Твердый А там Вообще Он в середине Нацарапанный Получается Середки Смотри Чуть-чуть Песчаника Осталось Как бы Он Не особо Мягкий Скажем так Это примерно Твердость Вот именно Наших Церквей И Прочих Древних Зданий Тоже Очень твердый Песчаник А это Уже Совсем По твердости Мрамора Наверное Близко Что К мрамору В общем-то Из песчаника Сделали Мрамор Кто-то Когда-то Как-то И сейчас Мы вот Найдем До следующей Стены На холмик Посмотрим Насколько Туда Стена Уходит Дальше Ну По крайней Мере Остатки Ее И Обратный Путь Уже По другой Стороне Ну Тут Нету Обратного Пути Вот у Этих Остатков По другой Стороне Только У той Большой Стены Есть Посмотрим Заодно Для сравнения Какая там Высота Тут Совсем Все Развалено Все Они Почему-то Попадали От чего-то Какое Воздействие Было Чтобы Вот такой Вот Камушек Сколько Он Вот так Метра Полтора Но Если Он Там В середине Тут Около Двух Где-то Близко Метров В длину Ну В принципе Он Практически Квадратный Какой У него Вес А вот Эта Глыба Она Еще И Длинная Чтобы Они Попадали Что С ними Надо Сделать Ну Если Только Хороший Снаряд Рядом Бабахнул Не знаю Тут Великую Отечественную Были Какие-то Укрепления Нет Не могу Сказать Все Может быть Ну Или Возможно Это От Каких-то Воин Предыдущих Цивилизаций О Которых Мы Вообще Ничего Не знаем Сейчас Свободные Следователи Там Ходят По Крупицам Все Раскапывают находят и очень интересно конечно же по телевидению мы этого ничего не услышим не увидим хотя начале двухсотых годов там я не знаю до какого года примерно может до 12 очень часто проскакивали темы которые на сегодняшний день запрещены например нам о различных двигателях там то что японец там на воде делал это я по телевидению кстати увидел что там увидел как вырезано что интересно и потом о пирамидах в то же время первое что я увидел это было по телевидению российскому но потом эту всю лавочку завернули и все сейчас вообще ничего такого не увидите не услышите сейчас только ютубе еще можно найти новые площадки конечно вот как ко мне разъехались там похоже середине еще камень просто вот тут выехал туда огромнейший такой просто огромный камушки тут конечно я даже не представляю сколько такой камень может весить но это его единственный вариант замерите потом посчитать опять же камни они в вес немножко всех разный но приблизительно по крайней мере можно знать только тут замерить проблематично целая пещерка прям получилось видно не видно так вроде видно да да как будто очень высокая температура вроде как они немножко тут где-то поплавились прям возможно и поэтому песчаник стал таким твердым ну ну смотри в расшелине вот такой как изгиб вон там вот такое впечатление что как камень потек вон там я плохо вижу солнышко прямо в глаз такой как натек такой впечатление что вы как расплавлены я не вижу это увидел слеповат я вот смотри у тебя всего плюс один камень вот этот бьет щель вот между ними но и вот на этом камне слева да слева посередине как бы вот такой как да не он вроде как сколотый там так да там и яма есть же вы чуть выше яма вроде как с этой стороны по твоему мнению выше температурное воздействие было возможно как стекло ну с той стороны мы еще не смотрели поэтому давай не будем делать поспешных выводов сейчас мы посмотрим с той стороны там то есть в стене все равно подойдем близко хотя тут я скажу тоже не низко и с той стороны это лучше будет видно все равно я к стене подойду потому что у нее наклон то как раз туда в ту сторону гор немножко небольшой наклончик есть это будет много понятий пошли дальше до следующего холма дойдем наверно да но многие говорят это вроде как загар камня хотя я не знаю какой загар камню допустим у нас на соборе была северная сторона она никак не могла загореть вот так там северная сторона была такая ее чем-то обрызгивали в общем их отбеливали и вот это на мартини тоже северная сторона а мартини там вообще она восстановленная ты считай там ее почти половина половина как минимум разрушена была верхняя часть у нее вся и она тоже была черная возможно тот песчанечек темнеет просто но вот тут что-то я не знаю непонятно загар что-то у меня есть сомнения да местами вот это просматривается хорошо вот если его перегрели и он уже при перегреве перегреве перепаде температуру он как отрезкаться начало до такой степени он затвердел это просто что-то ну вот смотри тут сколько камней вот повываливалась явно туда все вывалились да и куда они исчезли я думаю растащил народ их может быть даже да и обрушили специально чтобы брать камни эти потому что ну твердость такая обалдеть кругом по твердости говорю это что-то как мрамор да он такой как близко к стекольщи тому что-то а вот эти как как ямки вот эти образовались в нем это тоже интересно да смотри какие они возможно это было еще когда песчаник вам твердость я не знаю чем можно вот так сделать честно говоря вот этот ну по твердости похоже на гранит ну короче как всегда выветрилась в он выветрилась юмой там не вот это тоже нравится выветривание я тут вообще от песчаник садрил ну как вот часть у него вот это песчаника да но он тоже твердый он не такой уж мягкий песчаник а тут уже вот идет это как стекло вон видите все все блестит там кварца наверное немерено он блестит прям я не знаю как это показать судак близко попробую показать видно будет нет блеск вот это как бы глазами я хорошо вижу почти весь блестит как это на камеру будет видно не знаю сам потом посмотрю тоже обалдеть даканая разрушенная больше не только термическому воздействию было больше походу из-за и разрушена из-за этого то что больше тут видишь части какие маленькие остались ну хотя вот сюда зайду посмотрю вниз посмотрим высота не очень высоко вот так сказал вот еще насыпь куда с этой стороны опять же если это стена была той же высоты что это а может быть еще и выше это было то что тут как выглядела изначально трудно представить интересно я тут даже мельницу увидел где она вот она мельница есть ну и эта стена у нас уходит туда дальше и дальше вот я вижу там еще дальше остатки и сколько они куда еще идут представление не имея поэтому уже вряд ли пойдем дальше и так уже далеко ушли так и что-то мы хотели с одного холмика еще посмотреть сейчас посмотрим тут мы наблюдаем получается с внутренней стороны от стены с этой стороны несколько холмов и вот мы на одном стоим таком же возможно тут какие-то сооружения были в данный момент тут ничего не просматривается ничего нет вот один гранитный камень воткнули а че тут латуневая фигня столбик какой-то тут какое-то обозначение ну да это и сейчас мы пойдем уже обратно вот отсюда хорошо видно наклон этой ну наверно ближе я еще подойду оттуда сниму отсюда все таки меньше видно и пойдем по той стороне ну все очень похоже на все таки защитную стену именно вот той части гор вот этих хардс где мы были ранее потому что тут все так просматривается стена уходит возможно шла шла до тех гор получается плюс когда мы ходили по этому ущелью между этих гор я там говорил возможно тут какая-то была стена вот там вот он ущелье возможно там даже две стены было потому что справа и на правой горе там просматривались два остатка я еще предположил возможно там была когда-то дамба огромная не знаю что там было дамба или опять же это первый допустим уровень защиты а там уже был второй уровень защиты возможно там какая-то защитная еще стена была ну как бы вот такие мысли складываются не знаю слушая а тут это какие мельница то недалеко может дойдем тут осталось то через поле перейти пару километров куда мы спустились с этой стороны к сожалению снять практически невозможно но довольно высокая стена насыпь плюс стена с той стороны она вообще низенькая с этой стороны уже как бы гораздо выше сейчас мы пойдем ту стену снимем хорошо видно там деревьев практически нету поэтому там как бы съемка будет спокойней проще ну вот вид с этой стороны конечно опять же изначально вот с этой стороны было насыпь нет возможно ее не было масштабы конечно я там поднимусь немного прошу друга сфотографировать чтобы было немножко понятно какого она размера если у у меня рост сто восемьдесят шесть близко к двум метрам ну хотя он там люди стоят уже можно немножко сориентироваться ну фотографию вы тут видели да теперь с этой стороны но принципе то же самое очень очень все твердо а вот друг где-то разглядела не вижу сейчас увижу приближу какое-то кольцо забубенили высоко довольно так попробую навестись солнышко прямо в глаз как всегда где она где-то вот здесь так я на на камеру не вижу сейчас приближу что ты и она это там вообще не вижу ничего где-то там большое кольцо где вот тут я сейчас еще приближу вот оно кольцо огромное ну в общем то это я вот под этой сфотографировался а вот та еще выше можете себе представить потом мы же не знаем она возможно еще выше было какой высоты представления не имеем вот такие вот масштабы и как создавали почему она как воздействовали что она превратилась такую твердость сравнимую где-то ну не знаю гранит мрамор что-то такое местами то песчаник прям на одном камне это видно но тут когда под стеной стоишь ощущение что вот тут с этой стороны тоже огромной части просто не хватает огромной толщины в несколько метров разрушение тут были наверное просто гигантские потом высота естественно скорее всего это не оригинальная она была гораздо выше но да сфотографировался так чтобы хоть немножко было понятно ну и пример причем вот это вот насыпь она ну чуть-чуть меньше да вот местами выше вот я стою на примерно вот как с той стороны высота середина ниже тут как-то она не ровно все возможно ее не было откуда она взялась представление не имею насыпали позже или как это все сейчас как бы совсем непонятно что тут и как но если взять до тропинки то но она получается почти такая же по высоте насыпь как и сама стена в данный момент ну там конечно такие глыбы висят туда даже страшно идти потому что тут уже шансов если сорвется камень отойти в сторону просто 0 поэтому тут ограждение кругом и сюда как бы по идее нежелательно ходить ну твердость та же самая потрогал все тоже самое где-то вот близко данный момент вот местами я даже отсюда вижу вот коричневым как песчаник но с этой стороны очень мало очень мало такое впечатление что воздействие именно с этой стороны было потому что там вот именно песчаника мы наблюдали гораздо больше вот один камень он с одной стороны сохранился как песчаник а с другой стороны уже превратился вот после высокой температуры уже в такую массу твердую где-то как стекло где-то как близко что-то к мрамору вот тут видишь все как бы светлая часть тут явно ну вот это не внизу валяются камни они вот по отваливались и плюс еще растащили наверняка которые вниз укатились ну или где-то они может быть вот тут под насыпью все вот под это их просто засыпали все пойдем вниз дальше мы тут под скалой не пойдем а а тут зеваки уже явно недовольны нашим присутствием наверху ну вот тут в этой насыпи камни торчат местами сейчас уже спускаемся возможно их просто тут либо засыпали либо засыпала каким-то чудесным образом в общем что-то такое невероятное ну если смотреть отсюда то вот вверх верхняя часть его кто-то с дроном снимает верхней части на уровень где-то примерно этажей так 15 на сегодняшний день вот если от этой тропинки вместе с насыпью вместе со стеной и кто-то там у нас снимает это все дело дрончиком вот он полетел на нас полетел нас хочет запечатлеть ну да ладно дрончики вряд ли сниму а стену остатки стены можно отснять с этой стороны смотри нету вот этих углов вот только на той вот узкой просматриваются как углами да а дальше тут уже не просматривается тут тут скорее всего больше разрушений было поэтому тут не видно возможно вот эту лицевую часть которая здесь изначально было она находится там под вот этой насыпью заросло землей все вообще-то нету таких да нету тут больше местами на однородную массу дальше похоже где-то все по-разному немного ну конечно интересно вы посмотреть вон андрончик там и маленький видно его нет и блин он опускается их не успел не успел приблизить а теперь включая воображение представь если она была еще выше и плюс она длилась вот вся туда откуда мы шли и туда дальше и куда в эту сторону до какой степени до куда она доходила еще неизвестно то конечно тут у пяти метровых людях разговорчик а может быть даже еще и больше как бы нормально все для них что-то подобное строить было совсем не проблема вопрос как конечно только остается гадать а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот сейчас бы машину времени прыгнуть бы так лет на 300-400 назад Посмотреть её в оригинальном виде Как тут всё это было Говорю, да, это прикольно Было бы неплохо посмотреть Ну и тут комбайн непонятно Он на ходу вообще нет? Какой-то старый стоит Ага, совсем старый Тут немножко земли сняли, а там кирпичи Вон, видите Тут похоже было когда-то какое-то Старое здание И оно под землёй Вышли в солнышко, тут хорошо Прохладненько Тут другу говорю Там на участке, где кирпичи вылезли Хозяину участка надо бы покопать Он представления не имеет Там может быть у него пару этажей под землёй А он знать не знает Зимой ещё один этаж построить И будет у него уже трёхэтажный дом Ну вот на этом, пожалуй, и закончилась наша прогулка Сегодняшняя вдоль этой стены Якобы дьявольской всё у них Дьявольская, чёртовская, ведьмина Ну против ведьм я ничего не имею Против ведающих это нормально А дьявол это и есть дьявол В общем-то посидели ещё немного тут Отдохнули, порассуждали В общем-то у неё видели такой наклон И тут мысль невольно приходит сама собой Это представьте Какое-то очень мощное воздействие Что её даже ещё мало того, что разрушило Плюс камень поменял свою структуру В разных местах по-разному Плюс ещё наклонилось Какое было воздействие на эту стену Ну в конце видео я, как говорил, добавлю ещё Нарезку с квадрокоптеров Посмотрите, так будет более понятнее, интереснее Всё-таки Со своего роста не всё можно отснять хорошо Не всё может быть понятно И походу сейчас вон там может быть какие-то кадры Вон вижу Там шильд, знак вот этот И щит в общем Там фотографии, может ещё какие-то фотографии сделаем На этом, пожалуй, всё Всем удачи, счастья, здоровья Пока Тут внизу написано Natur verbunden Близко к природе Или близко с природой Чё-то в этом роде Ну, из того, что я видел Я бы не сказал, что это близко к природе Ну, как бы близко Но явно Это не природа создала Так, уважаемые зрители Маленькое добавление Дело в том, что я сказал Что сделаю нарезку с квадрокоптера Этой стены И добавлю в конце ролика Отменяется Дело в том, что я делаю это видео Креатив Камон А те видео не являются моими Поэтому я их не могу сделать Креатив Камон Поэтому я сделаю нарезочку И короткое видео И сразу же выложу его вслед за этим видео Кому интересно Можете следующее видео сразу посмотреть На этом всё, пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА